МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тема нашего сегодняшнего прямого эфира – индексация пенсий. Насколько увеличились пенсии в 2016 году? Как изменились правила индексации для работающих пенсионеров? На все эти актуальные вопросы нам ответит наша сегодняшняя гостья – заместитель начальника управления Пенсионного фонда по Ленинскому району Юлия Филатова. Юлия Владимировна, добрый вечер. В 2016 году в пенсионной системе России произошли изменения какие? Первое, что у нас произошло изменение – это порядок индексации пенсий. Нововведение вступило в силу с 1 января 2016 года с 400 ФЗ о страховых пенсиях. Индексации пенсии теперь подлежат только неработающим пенсиям. Давайте посмотрим сюжет, который подготовили наши корреспонденты. Игорю – 7 месяцев, старшему брату Арсению – полтора. Мальчики даже не догадываются, что квартира, в которой они живут с мамой и папой, куплена в кредит. Жить с таким обременением молодой семье непросто. А потому, как только появился второй сын, Галина с мужем уже знали, как распорядиться предложенным государством – материнским капиталом. У нас квартиры в ипотеку хотим погасить частично. Ну и сколько возможно будет на ипотеку – либо полную сумму, или частично. Материнский капитал сегодня 453 тысячи 26 рублей. Это не живые деньги. Их можно направить на пенсию мамы, обучение детей и улучшение жилищных условий, как в случае с семьей Комаровых. Галина уже собрала полный пакет документов и сейчас будет ждать положительного решения. В случае такового сумма капитала покроет почти всю задолженность по ипотеке. Распоряжение материнским капиталом идет у нас досрочным. Хотим, потому что ребенку только семь месяцев сейчас. И по закону только три года должны исполниться младшему, чтобы распорядиться. А на ипотеку досрочное покошение можно досрочно. Это кажется единственное послабление, не знаю, как это назвать. Галина делится. На прием в пенсионный фонд лучше записаться заранее. По телефону или на сайте. Тогда стоять в очереди не придется. Впрочем, и очередь не так уж и велика. Весной, в начале прошлого лета, мам с сертификатами на капитал было куда больше. Была запущена программа по единовременной выплате. Хочется напомнить нашим получателям материнского семейного капитала о том, что у нас действует программа по единовременной выплате в размере 20 тысяч за счет средств материнского семейного капитала. 20 тысяч наличными за счет суммы материнского капитала. В помощь семьям с детьми. У Анны как раз трое о возможности обналичивать часть положенного капитала узнала от нашей съемочной группы. Если учесть, что вообще нельзя обналичить материнский капитал, то хотя бы 20 тысяч было бы тоже неплохо получить. Если на счету капитала денег осталось меньше, чем 20 тысяч, мама может получить остаток. Для оформления единовременной выплаты следует обратиться в пенсионный фонд или МФЦ по будням дням с 9 до 6 с пакетом документов. Документ в паспорт, матери снилс, полные банковские реквизиты необходимы. Анна отправится с заявлением о выплате единовременного пособия в ближайшие дни. Собирается потратить деньги на секции и дополнительные уроки и занятия для детей. И это вполне осуществимо. Главное – успеть до 31 марта. Татьяна Кременецкая, Елена Федорова, Павел Игнатьев, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ. Юлия Владимировна, к теме материнского капитала мы вернемся чуть позже. А пока давайте все-таки о изменениях, какие произошли в пенсионной системе в 2016 году. Более подробно. С 1 января 2016 года в Федеральный закон номер 400 о страховых пенсиях внесены изменения в части индексации страховых пенсий. Значит, первая индексация у нас прошла с 1 февраля 2016 года. И данные индексации были подвержены только пенсии неработающих граждан. И по какому принципу происходила выборка граждан на установление факта прекращения трудовой деятельности? Выборка происходила по сведениям персонифицированного учета по состоянию на 30 сентября 2015 года. И кого она коснулась? Она коснулась, ну, выборка была по общей базе. Мы видели, у кого имеется начисление средств по состоянию на 30 сентября, а у кого нет. 30 сентября была обусловлена датой последней отчетности предоставления, которая имелась в распоряжении пенсионного фонда. Поэтому вот была выбрана именно эта дата 30 сентября. А для самозанятого населения, это большей частью касается индивидуальных предпринимателей, это было 31 декабря 2015 года. А как быть пенсионером, которые прекратили свою трудовую деятельность, либо собираются это сделать? Если пенсионер у нас завершил трудовую деятельность в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, он должен обратиться с заявлением в пенсионный фонд и с правоостанавливающими документами о том, что он завершил свою трудовую деятельность. Мы принимаем это заявление и со следующего числа мы уже ему платим пенсию в увеличенном размере с учетом индексации. Чем обусловлен срок подачи заявления? Почему именно по 31 марта? Значит, с заявлением они имеют право, те, кто у нас приостановили работу в период с 1 октября по 31 марта, должны подать заявление до 31 мая 2016 года. Именно почему вот этой категории касается, потому что во втором квартале 2016 года вводится новая форма ежемесячной отчетности для работодателей, благодаря которой мы будем видеть факт работы, либо неработы уже автоматически. Эти данные будут в пенсионном фонде. Поэтому, начиная уже с 1 июня, мы все эти формы работы, неработы будем видеть. А те, которые у нас в этот период приостановили свою трудовую деятельность, они обращаются с заявлением. Если они остановили работу, получается, в марте, в феврале, значит, они приходят, и со следующего месяца мы им начинаем выплату в установленном размере. А чего ждать пенсионерам, которые продолжают работать? Те, кто продолжают работать... Будет ли увеличение пенсии у них? Да, у них будут, те, кто у нас работают в 2015 году, в 2016 году, будут дальше работать. У них также будет производиться ежемесячно, 1 августа ежегодно, беззаявительный перерасчет, который у нас, он всегда у нас происходил. Единственное, что он будет теперь равняться, сумма этого увеличения будет не более трех пенсионных баллов. А почему именно 1 августа? Беззаявительный, но это постоянно, это вот у нас все время, когда происходит этот перерасчет по работающим, он всегда делается с 1 августа. Каждого года беззаявительно. Еще какие новшества ожидаются в 2016 году? Ну, я еще хотела бы про новшества. Я хотела бы ответить момент, что с 1 февраля, помимо индексации страховых пенсий, у нас произошла индексация, самый такой массовый выплат, это ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам и набор социальных услуг. Вот эти выплаты, они тоже были увеличены на 7%. Стоимость набора социальных услуг составила на данный момент 995 рублей, 23 копейки. А с 1 апреля мы планируем индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному и социальному обеспечению. Это будет примерно сейчас предварительно тоже на 4% увеличение. И здесь будет уже происходить индексация всех этих пенсий, всех пенсионеров по государственному и пенсионному обеспечению, независимо от факта работы. А с чего нам ждать в 2016 году? Ну, что у нас еще изменилось? У нас изменилось также то, что с 1 января 2015 года у нас вступил в силу 400-й вот этот новый закон о страховых пенсиях. У нас же теперь в этом законе получается, что необходимый минимальный страховой стаж должен составлять 15 лет и не менее 30 баллов должен иметь человек. Так как 15 лет сразу от 5, то что было необходимо 5 лет, а сейчас 15 мы так сразу увеличить это все не можем, соответственно, такой у нас идет плавный переходный момент. И мы каждый год, у нас прибавляется по одному году необходимого страхового стажа. Вот в том году, в 2015 он составлял 6 лет, а уже в 2016 это 7 лет. 7 лет и 9 пенсионных баллов это должно быть. Это вот то, что касается новшества. Это необходимый стаж, необходимые условия для назначения трудовой пенсии. У нас есть такая категория граждан, у которых данного необходимого стажа может не быть. Большей частью это касается пенсионеров, которые у нас уже получают пенсию, например, по линии Министерства обороны. Они получают свою пенсию и приходят к нам за установлением именно страховой пенсии за тот стаж, который они заработали, который не был включен в подсчет военной пенсии. Вот у них как раз они сталкиваются с такой проблемой, что когда они приходят, у них нет недостающего стажа. Там 5 лет они еле-еле набирали, сейчас 6 лет, а в этом году надо 7. И вот для них установлен для такой категории определенный промежуточный период, что у них этот стаж необходимый будет всегда считаться на дату установления их пенсионного возраста. Вот исполнилось им в 60 лет в 2015 году, им нужно было 6 лет. Вот это условие у них будет сохраняться независимо от того, когда они обратятся и доработают свой стаж. Это вот то, что у нас такое новшество, поэтому каждый год мы будем увеличивать, и на это, конечно, нужно обращать внимание. Юлия Владимировна, а хотелось бы узнать, как считаются эти баллы? Я думаю, это было бы интересно жить. Баллы рассчитываются с учетом ежегодных отчислений в пенсионный фонд. Например, при зарплате 35 тысяч рублей в год у нас идет отчисление 22%, из которых 16% идет на страховую часть, и 6% это солидарная часть. Значит, 16% у нас тоже, у кого-то это идет все на страховую, у кого-то идет 6% на страховую, вернее, 6% на накопительную и 10% на страховую. Тут тоже вот разные есть. Но если вот взять примерно, что на страховую часть идут все 16% при зарплате в 35 тысяч, за год у нас вот это вот отчисление составляет 67 тысяч 200 рублей. Далее мы смотрим максимальные отчисления, которые у нас могут быть за год. Это на 15-й год, например, составляло 711 тысяч рублей, а в 16-м это 796 тысяч рублей. Значит, мы тогда свои взносы, которые у нас отчислены на страховую часть, вот эти 67 200, делим на максимальные, то, что установлено по стране, на 711, например, тысяч, это то, что было на 15-й год, получаем там 0,57 и умножаем на 10, и получаем в результате, например, 5,7 балла. Вот из этого складывается балл. Вот для того, чтобы назначить трудовую пенсию в этом году, нам необходимо иметь с вами 7 лет страхового стажа и 9 баллов. Соответственно, должны быть в любом случае всегда отчисления. Отчисления производит либо работодатель, либо если это самозанятое население, значит, они производят отчисления, либо если человек не работает, он, в принципе, может сам, сам за себя отчислять эти деньги. А часто возникают споры, вот к вам обращаются, чтобы вы разъяснили, почему вот именно пенсия у меня такая? Да, таких вопросов очень много, но с пенсии складываются люди разные, потому что пенсия у всех рассчитывалась по-разному. Потому что есть кому-то пенсия назначалась лет 20-30 назад по старому законодательству, кому-то 5 лет назад. И начисление пенсии, в принципе, оно уже отличается, когда мы отчисляем сегодня и когда мы отчисляли 4 года назад по 173-му федеральному закону. У нас были разные выплаты, и пенсии назывались по-разному. А в каком случае работающий пенсионер может рассчитывать на индексацию? Значит, только при условии, работающий пенсионер на индексацию, если он прекращает свою трудовую деятельность. Вот после того, как он приостановил трудовую деятельность, мы берем, например, такой пример, что в сентябре месяце человек оставил работу, значит, эти данные у нас появляются в пенсионной базе, и на октябрь месяц мы уже без его заявления, соответственно, приводим его пенсию в соответствие. Значит, у нас будет просто его размер увеличен на индексацию, которая была в феврале на 4%, и если будет запланирована еще какая-то индексация, значит, на определенный тоже коэффициент, и приведем ему именно его в тот размер, который она бы у него и была. Так, Юлия Владимировна, давайте ответим на вопросы наших телезрителей. Новикова Тамара Владимировна спрашивает, проживаю в городе Видное, улица Советская. Я работающий пенсионер, и мне повышение пенсии не положено. Если я прекращу работать через два года, какие доплаты мне будут начислены? Ну, это вот как раз тот вопрос, который мы сейчас с вами обсуждали, то, что через два года человек оставит работу, у нас появятся сведения, что она не работает, и мы ее пенсию приведем в соответствии с учетом всех индексаций, и которые были за этот период. Лизия Ивановна Терещенко. Я пенсионер, однако, не работаю и осуществляю уход за престарелой матерью 80-летнего возраста. Будет ли засчитан в трудовой стаж срок по уходу за пенсионером? Какая доплата будет выплачиваться за время ухода? Значит, компенсацию на уход у нас имеют право получать люди, достигшие возраста 80 лет и старше, а также инвалиды первой группы. Пособие на уход, вот это вот выплата, компенсация, назначить ее может любой человек, независимо, родственник он или не родственник, проживают они совместно или в РОЗе. Единственное, что данный гражданин, чтобы оформить компенсацию на уход, должен быть не пенсионером, не достичь пенсионного возраста, соответственно, 55 или 60 лет, он не должен работать, он не должен состоять на учете в службе занятости. Данный выплат составляет 1200 рублей, оформляется она по заявлению как самого пенсионера, так и лица, который будет за ним ухаживать. Стаж в трудовой, да, засчитывается, один год такого ухода стоит сейчас у нас 1,8 балла. Данную выплату, кстати, может оформить и школьник, и школьник, и студент, потому что учеба у нас не считается, что они работающие. А здесь будет считаться? Здесь, да, у них будет идти уже как стаж, они приносят справочку о том, что они работают. Эту компенсацию может назначить ребенок уже начиная с 14 лет, но это по согласованию с органами опеки, и с 16 лет уже с согласия родителей. И далее он также может осуществлять этот уход, и вот эта 1200 рублей добавка, она будет идти на счет пенсионера, именно выплачиваться одновременно с пенсией. Но такую можно сделать. Муж является инвалидом третьей группы, он не пользуется льготным проездом и путевками на лечение. Положена ли ему доплата к социальной пенсии? Если да, то что для этого нужно сделать? Валуева Лидия Васильевна спрашивает. Ну, какие могут быть социальные пенсии, вот она проиндексируется. Доплата у нас как инвалидам осуществляется только вот ежемесячная денежная выплата. То, что сейчас она проиндексировалась, составляет 954 рублей. Это соцпакет, 995 рублей составляет. Вот от этого соцпакета, который у нас есть, единовременная денежная выплата, которую получает пенсионер, в ее стоимость, также к ней входит вот этот набор социальных услуг. Это железная дорога, санаторно-курортное лечение и бесплатные лекарства. Вот если человек этим ничем не пользуется, либо какой-то одной этой услугой, то да, он может отказаться путем подачи заявления до 1 октября текущего года. И с этого момента он вместо этой льготы будет получать денежный эквивалент. Спасибо. Вопрос от жителей Новой Москвы. В пенсионном фонде большой поток в клиентскую службу. Добираться очень трудно. Да, это очень такой насущный у нас вопрос. Потому как то, что бывшая территория Ленинского района, которая отошла к территории Новой Москвы, мы ее до сих пор как бы обслуживаем. Да, людям тяжело ездить. Большой очень объем населения, потому как Ленинский район и управление Ленинского района, оно было рассчитано где-то на 35 тысяч населения. Сейчас мы обслуживаем более 50 тысяч пенсионеров. Новая Москва растет. Да, нам сложно. Мы пытаемся решать эту очень проблему. И им тяжело, и нам. Но для удобства сейчас в городе Московский открыт МФЦ. Поэтому все, в принципе, заявления, ну кроме на назначение пенсии, люди могут обращаться туда с очень многими вопросами. Это МСК, изменение способа выплаты. Большой там спектр у них вопросов. Они могут обращаться туда, и эти заявления, они поступают к нам, мы их также отрабатываем. И также они могут воспользоваться услугой личный кабинет. Но никакие не планируются, да, открытия в ближайшее время? Филиала однозначно у нас пока не планируется. У нас, может быть, возможно, вопрос будет немножко по-другому решен, что действительно Ленинский район будет разделен с территории Новомосковой. И все функции, может быть, мы, наверное, передадим. Такой вопрос. Как будут увеличены в 2016 году ежемесячные денежные выплаты у федеральных льготников? Ну, они увеличены вот уже с 1 февраля, да, на 4%, ой, на 7%. А когда и на сколько будет повышение социальной пенсии? Социальная пенсия планируется с 1 апреля на 4%. В чем особенности нового перерасчета страховой пенсии с 1 августа у работающих пенсионеров? Особенность только в том, что перерасчет будет осуществлен так же, как и ранее, но не более чем на 3 балла. Стоимость балла на сегодняшний момент у нас составляет 74 рубля 27 копеек. Ольга Юрьевна спрашивает, она пенсионерка. На лето всегда устраиваюсь работать, осенью увольняюсь, отдыхаю. Буду ли я получать увеличенную пенсию? Да, человек тот, который у нас сейчас является неработающим, и потом он поступает на работу, размер пенсии ему занижаться, уже уменьшаться он не будет. Он будет просто, может быть, в какой-то момент, если в этот текущий момент, когда она осуществляет работу, если будет происходить индексация, соответственно, он просто будет замораживаться. Он будет оставаться в том же размере. Елена Сергеевна, получаю пенсию по старости. В 2015 году я уволилась в феврале и больше не планирую работать. Как в пенсионном фонде узнают, что я уже не работаю? Будет ли увеличена моя пенсия? Ну, то, что человек не работает, соответственно, мы узнаем в связи с введением вот этого нового ежемесячного формы. Надо ли принести документы? Нет, не нужно. Документы по-хорошему нужно приносить всегда, потому что когда человек подает заявление на назначение пенсии, там есть такая строчка, что о всех изменениях в трехдневный срок обязуюсь сообщить. По-хорошему, конечно, нужно принести и копию, может быть, трудовой книжки с отметкой об увольнении, если есть на это время, либо прислать его даже по почте. Ну, наверное, да, иногда нужно, потому что бывают и системные бывают всякие ошибки. Но по-хорошему, конечно, мы будем принимать ежемесячную форму отчетности, и мы из нее будем все усматривать. А пенсии проиндексировали, а что будет с льготами? Льготы тоже проиндексировали. Тоже. Да. Набор соцуслуг и ежемесячную денежную выплату проиндексировали. Других льгот просто пенсионный фонд никаких не предоставляет. Может быть, есть какие-то льготы в связи с тем, что пенсию проиндексировали, и увеличился общий размер дохода. Может быть, с этим какой-то размер субсидий может быть уменьшен. Но это уже вопрос о социальной защите. А будет ли еще повышение в этом году? Конкретно не могу сказать. Вот как будет что-то? Пока вроде бы есть такие разговоры, что, возможно, да, будет какая-то плановая еще в середине года индексация. Не могу ничего сказать. Ответственности нет. Еще такой вопрос. Мне добавили компенсацию к пенсии, потому что я получаю субсидию. Я хочу узнать, почему так. Так, вопрос субсидий и всего остального – это все управление социальной защитой. То есть это было не относится? Мы субсидиями не занимаемся. Так, Юлия Владимировна, я думаю, вернемся к программе материнского капитала. Да, давайте. Что нового? Расскажите, пожалуйста. Ну, самое главное, что у нас в материнском капитале, такое нововведение, то, что с 1 января 2016 года ввели новые направления на распоряжение средствами МЦК. Теперь имеется такая возможность направить средства на покупку или на оплату услуг по адаптации и интеграции для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов. Единственное, что сейчас мы такие заявления еще пока не принимаем. Мы об этой услуге сообщим дополнительно. После того, как правительством МРФ будет утвержден перечень товаров и услуг. На эту услугу. Далее, что программа материнского капитала, она была изначально рассчитана по 31 декабря 2016 года. Вот с этого года ее увеличили еще на 2 года, эта программа. И теперь она у нас будет действовать до 31 декабря 2018 года. Поэтому все, кто еще не успел получить капитал материнский, имеют такую возможность. Либо родить, либо усыновить еще одного ребеночка. Ну вот у нас вопрос. На руках имея сертификат на материнский капитал, муж в наследство получил дом, в котором мы сейчас проживаем. Могу ли я получить часть средств из материнского капитала для проведения газа и замены окон? К сожалению, нет. Такую мы не можем. У нас есть в перечне, на что мы можем использовать средства материнского капитала. Это реконструкция жилого помещения. Однако вот данные услуги, они не относятся к реконструкции. Реконструкция под собой подразумевает увеличение именно общей площади жилого помещения. Поэтому поставить окна и провести газ или сделать ремонт, нет. Вот капитально увеличить, сделать надстройку, пристройку, увеличить общую площадь за счет этой реконструкции, да, с использованием средств можно. Елена спрашивает, я с мужем и двумя детьми проживаю в доме, одна часть которого записана на меня, вторая на мою сестру. Все мы имеем постоянную прописку по месту жительства. Могу ли я выкупить у нее долю за счет материнского капитала? Каким образом это можно сделать? Да, может. Надо оформить именно сделку, куплю, продажу. Она может выкупить часть. Но тут есть один аспект, то, что тогда, с учетом, когда она выкупает долю, у нее должна увеличить, как бы, всяк, вот этот весь дом перейти уже в их общую собственность. Увеличить она должна, не ухудшить условия. Ирина задает вопрос. Мы направили часть материнского капитала на обучение старшего ребенка в университете. На сегодняшний день он находится под угрозой отчисления. Сможем ли мы вернуть деньги, если он перестанет учиться? Существует ли возможность возобновления выплат, если он восстановится в университете? Ну, на учебу мы имеем право и можем направить средства материнского капитала. О возврате средств это, наверное, должно быть все-таки как-то в договоре. Давайте мы просто этот вопрос оставим, уточним. В принципе, если он опять возвращается учиться, да, конечно, можно еще раз использовать. Возврат средств, я думаю, что тоже возможен. Если учебное заведение не будет никак препятствовать. Мы же перечисляем деньги на счет учебного заведения. Если учебное заведение подтверждает, что оно отчислено, оно, по идее, должно, конечно, вернуть деньги в государство. Такой вопрос. Два моих первых ребенка рождены до 1 января 2007 года. А сейчас у нас появился третий. Положен ли семье капитал? Да, конечно. Нам независимо, когда появились первые дети. Самое главное, чтобы последующий ребенок появился до 31 декабря 2018 года. Так, Анна спрашивает. Моему первому ребенку 19 лет, хочу взять ребенка из детского дома. Полагается ли мне материнский капитал? Да, если ребенок будет усыновлен. Усыновителем полагается материнский капитал. А вот здесь спрашиваете за опекунство? Опекунства нет. Нет, только ребенок должен быть усыновлен. То есть полная семья должна быть. Можно ли потратить семейный капитал на покупку автомобиля? У нас большая семья, и как-то надо добираться до дочного участка. Нет, этот вопрос, он уже давно очень витает в воздухе. Часто задают, да? Очень часто. Наверное, годы, наверное, с 8-го эти вопросы начались. И постоянно были какие-то ссылки, что вот-вот-вот сейчас примут. Нет, никакой такой информации нет. И, скорее всего, пока, наверное, не будет. Если мы приобрели квартиру, что делать с остатком материнского капитала? Как я могу им распорядиться? То есть он как-то делится? Материнский капитал, вы можете взять из него любую сумму, в принципе, из материнского капитала. Вот сейчас, например, мы выдаем вот эти 20 тысяч, единовременную выплату. Если остаток меньше, это значит, можно взять наличностью, либо вот эту сумму, которая осталась на остатке, либо направить этот остаток на накопительную часть пенсии мамы. Алексей спрашивает. Мы живем в Ленинском районе, пока не о жилье, не о пенсии не задумываемся. А как еще можно распорядиться капиталом? Дети еще маленькие. Наверное, просят ваш совет. Оставить, наверное, на обучение детей, может быть, потратить на детский сад, на школу, потом, может быть, на высшие учебные заведения, либо на пенсию мамы. Ну а как чаще всего используют? Используют. Видите, какая-то информация? Ведет самим отчетом. Большая часть это, конечно, идет у нас все-таки на ипотеку, на покупку, приобретение жилья. Вот это большая часть. Вторая идет уже это обучение детей. Обучение за детские садики, за институты, за школы. Ну вот здесь еще один вопрос. Один вопрос. Какова индексация трудовой пенсии в этом году? 4%. Да, давайте повторим. Я, работающий пенсионер, получаю пенсию порядка 13 тысяч рублей. Если я стану неработающим пенсионером, на сколько мне индексируют пенсию? Сколько составит мой размер пенсии? 1 февраля ее индексировали на 14%. Это 1,04%. Умножьте, что было, получите, что у вас есть. Галина Леонидовна Ажарова спрашивает. Работодатель потерял мою трудовую книжку. В пенсионном не хотят запрашивать мой трудовой стаж в архиве. Говорят, что не приходит ответ. Я получаю минимальную пенсию, которой не хватает на жизнь. Как быть в такой ситуации и куда обращаться? Я, насколько понимаю, что пенсия все-таки назначена. Значит, какие-то документы о стаже есть, помимо того, что нет трудовой книжки. Пенсионный фонд всегда оказывает содействие и делает запросы в архивы. Единственное, конечно, очень хотелось бы знать, хотя бы, когда приходит посетитель, куда сделать этот запрос. Мы не отказываемся, мы его сделаем. Но просто надо знать более точно. Еще очень хотелось бы обратиться к тому населению, которое у нас собирается выходить на пенсию. Вот за год осталось до пенсии, за два. В управлении работает отдел за благовременной оценки документов. Каждый человек может прийти со своей трудовой книжкой, с документами. И заранее подать эти документы на правовую обработку. Их оценят, посмотрят, сделают соответствующие запросы. И к моменту назначения пенсии, когда человек уже достигнет пенсионного возраста, он придет и подаст только это заявление. Либо он его, может быть, через личный кабинет подаст и уже больше не придет. Но будет сформирован полный пакет, полный макет этого пенсионного дела. Нам останется только рассчитать и отдать на выплату. Вот очень хотелось бы, чтобы люди приходили почаще не в последний момент, когда у них наступает право, а заранее все-таки подумали об этой пенсии. Потому что бывают разные случаи, нужно делать запросы. Это все требует, конечно, длительного времени. Не всегда это получается очень быстро. Юрия Владимировна, спасибо, что пришли сегодня к нам в студию и ответили на вопросы наших телезрителей. Вам спасибо. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях была Юлия Филатова, заместитель начальника управления Пенсионного фонда по Ленинскому району. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok